Я принимаю участие, потому что в памяти Афанасию Брестскому, нашему преподобному ученику, который помогает Брещанам, защищает наш город. Молюсь о здравии своих родственников, о том, чтобы наша Беларусь была едина, была цела, и чтобы защита была именно православных святых. У нас вообще большая семья, 9 детей, поэтому мы всегда принимаем участие в крестный ход, в честь святых земли белорусских. И осенью проходит крестный ход в честь Афанасия Брестского. Мы чтим память, проходим его крестный путь, крестные страдания, вспоминаем, которые он претерпел, за то, чтобы мы могли спокойно исповедовать свою веру и быть со Христом. Песня. 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 Сегодня мы имеем Пасху православную, потому что его кровь, пролитая на этой земле, она принесла великий плод. Люди повернулись к церкви, люди стали ходить в храмы, люди молятся, и видите, сколько народа сегодня идет на крестный ход. Мы проводим также крестный ход на собор белорусских святых. Тоже очень много людей собирается. Сейчас мы придем на то место, где он погиб, будет совершена. Божественная литургия. Мы будем благодарить Господа за его милость и, конечно, молиться о мире нашем Отечестве во всем мире, чтобы молитвами преподобного мученика Афанасия мы имели бы чистое небо, мирное небо над нами, в нашем Отечестве. И молимся, чтобы и во всем мире. Пусть уважаемся, преподобного мученича, общее наша полосе, и мученича с радостью, общее твою. 375 век. Исторический солдат здесь, на этом месте, закончил свою жизнь великий церкви белорусского народа, который горел любовью и горячей верой. Многообразен был его подвиг и суверение к нашему Отечеству. Но, обращаясь к событиям празднования вчерашнего дня, но народное единство, надо сказать, что к этому празднику наш народ шел плохо через труды и слои. В речи посполитой, к сожалению, после того, как произошли определенные события, особенно, когда была заключена Брестская луния, здесь, в городе Бресте, стали происходить разделения в народе, который населял территорию нынешней Беларуси. Разделения на уровне культуры, разделения на уровне языка. Но особенно полезно было разделение на уровне веры, потому что, когда насильцы, мы старались изменить веру людей, это вызывало определенная горечь, горечь, сворбь и противление. И святой преподобного научника Афанасий он шел этим непростым путем. Сознавая, что нужно народу иметь правильную веру и жить в соответствии с этим, он многоразличен и как ученый муж, и как выдающийся проповедник, и в то же время, при необходимости, он и как литератор, поэт, излагал свои мысли. Он и на уровне государственном теме озвучивал на высоком уровне обоснование того, что нужно для народа, живущего здесь, на землях Белой Руси. Высказываясь в поддержку православной вере, он никогда не допускал пренебрежительного, уничижительного отношения к отдельным людям. И можно сказать, что он был преемником в своем служении от святой праведной Софии Никими Слуцкого. Затем в свое служение, можно сказать, он передал следующему святому нашей земли святителю Георгию Канискому. Затем его служение было воспринято многими учеными, которые так или иначе были связаны с православием. И тогда же, в 19 веке, вот эти имена выдающихся людей Ивана Ивановича Носковича, Ратрея, Ивана Григоровича, академика Карского, которые сформировали понимание, кто такие белорусы. Были выпущены соответствующие и книги, учебные пособия, словари, все, что свидетельствовало о том, как формировался наш белорусский народ. Пусть же и сегодняшний день, и память святого великого подвижника, преподобного ученика Афанасия, вдохновляет нас на продолжение тех трудов наших предшественников, славных, святых, великих. Хочу от себя лично, от всех греччан и от имени нашего губернатора Юрия Викторовича Шурейко, безусловно, подарить вам икону Афанасия Брецкого, чтобы он защищал всю нашу городную Беларусь и только на благо нашего народа и под светом мира и неба. А вас с праздником! Желаем вам здоровья и того, что вы сами себе задумали на благо нашего народа. С днем рождения вас! Преподобному Ченчу, Афанасию, к Малей Богу! Иисус Прокрасивый! Праздник продолжается, но уже то, что мы совершили литургию, это большой залог той радости, которую мы получаем сегодня здесь. Потому что прежде всего это наше литургическое общение, это благодать, которая Господа нам не спосылается через почтение святых угодников Божьих, но также братское общение с ярким пасторами, пасторами, духовенства, эмириан. То есть все, что сегодня есть, это все возгревает наш дух, дух прежде всего, ну и душу греет тоже. И вообще приветствия, доброжелательность белорусской земли, такая красота и порядок на этой земле, это, конечно, те впечатления, которые нам дает несколько дней, все лишь несколько дней пребывать здесь, но уже чувствуется, что здесь по-настоящему живут люди, любящие свою землю, и люди православные, верующие.